День памяти и скорби Из-за эпидемиологической ситуации привычные массовые мероприятия отменены. В Десногорске это митинг на кургане славы и выступления творческих коллективов. Напомним, что 24 июня состоится парад победы, который не удалось провести 9 мая. В этот же день у россиян будет официальный выходной с сохранением заработной платы. Однако 23 июня не будет считаться предпраздничным. Это будет полный рабочий день. На водоемах области с наступлением теплого времени года начинается период активного использования маломерных судов. Не отстают и отдыхающие. Повышенным их вниманием пользуются как официальные пляжи, так и практически любые спуски к воде. Соблюдать порядок у воды и на воде помогают инспекторы ГИМС. Десногорское водохранилище – одна из достопримечательностей Атомграда и области. Водоем традиционно привлекает сотни туристов и рыбаков, особенно в теплое время года. Но пока одни отдыхают, другие находятся на очередном дежурстве. «Спасательный жилет есть. Все есть. Снаряжение все в порядке. Документы в порядке. Права непросторчные, судовой билет, техосмотр есть. Лодка хорошая, технически исправная». Главная задача инспектора ГИМС – работа с подобными небольшими судами. Внимание уделяется как документам, так и лодке. Она должна быть в абсолютно исправном состоянии и укомплектована спасательным инвентарем. Под надзором сотрудников – более 40 квадратных километров Десногорского водохранилища. На особом контроле места, которые чаще всего посещают любители рыбной ловли. «Бывает, браконьеры вечером выходят на лодках, на неучтенных. Водохранилище большое, стараемся вылавливать, чтобы все это было по закону, чтобы все это было нормально. Ну, все ж не выловишь». В ходе своих патрулей инспекторы не только проверяют судно, но и при необходимости помогают отдыхающим на берегу людям. Если на официальном пляже проблем с присутствием спасателей нет, то так называемые «дикие пляжи» становятся местом потенциальной опасности. «Почему здесь купаться нельзя? Потому что здесь водолазы дно не проверяли. Никто не знает, что находится под водой, даже на глубине метр-полтора». Подводные препятствия и отсутствие спасателей вполне могут привести к травмам. А вот летальные исходы обычно вызваны другой причиной. «Основная причина – пьянка. Поголовная, можно сказать. Я не открою секрет. 99,9 тонет, выпившие». Тем не менее, акватория Десногорского водохранилища считается благополучной. Но дисциплина отдыхающих все же хромает. О том, что особый эпидемиологический режим еще действует, под жарким июньским солнцем вспоминать совсем не хочется. «Купальный сезон и пляжи официально еще не открыты, спасателей нет, поэтому все эти нарушения могут привести к печальным последствиям». Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна ТВ Режим повышенной готовности в Смоленской области продлен указом губернатора до 6 июля. Но первый этап снятия эпидемиологических ограничений действует уже с 19 июня. Теперь официально разрешено проводить прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но соблюдение мер личной защиты и дистанции в полтора метра. Кроме того, разрешено начать работу некоторым новым категориям магазинов, но не всем. Также в привычном графике могут работать парикмахерские и салоны красоты. Все остальные ограничительные мероприятия сохраняются до 6 июля включительно. В конце выпуска о погоде. 23 июня в Десногорске пасмурно ожидается сильный дождь. Днем плюс 20, ночью плюс 16. Оставайтесь с компанией Десна ТВ. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова